В начале программы о масштабной спасательной операции в Оренбургской области. Там из-за метели и снежных заносов на трассе блокированы десятки автомобилей. Спасатели вывозят водителей, пассажиров на вездеходах и автобусах. На расчистку дорог брошена тяжелая техника. В нескольких районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Последствия циклонов устраняют сейчас в регионах Поволжья, на юге России, в Абхазии, Грузии и на Балканском полуострове. Подробности в репортаже Евгения Лямина. Повальные деревья, занесенные снегом улицы, машины, по прогнозам синоптиков, снег в области будет идти еще два дня. Из-за сильнейшей метели на трассе Р-336 под Медногорском в снежном плену оказались несколько десятков автомобилей. Рано утром сотрудники МЧС приступили к спасательной операции. Во время селекторного совещания главе МЧС из Оренбургской области доложили о ходе операции. Со стороны поселка Краснощоково к месту затора пришел трактор К-700. Трактор сделал подъездные пути. В общем, с последующей эвакуацией все будет проходить. Стационарные пункты в поселке Краснощоково. Они готовы. Работу продолжаем. Докладывайте каждые 15 минут об изменении обстановки. Если ожидаемое осложнение, значит своевременное информирование всех водителей. И принимайте решение на ограничение перемещений по таким участкам и федеральных, и региональных автодорог. Более 80 человек, в том числе и детей, эвакуировали на автобусах в сопровождении тяжелой техники, спасателей и дорожных инспекторов. Автомобили пришлось оставить на трассе и взяли под охрану. Позже передадут владельцам. В Оренбургской области нарушено также и авиасообщение. Были отменены сразу несколько рейсов. В Башкирии из-за непогоды закрыты некоторые трассы. В одном из районов 8 сел остались без света. Снег выпал и в Сочи. Конечно, не так много, но здесь и это считается настоящей зимней погодой. На курорте похолодало до минус пяти. Горожане и туристы спешат сфотографироваться на фоне заснеженных пальм. В соседней Абхазии из-за снегопада обесточенными оказались несколько районов. Движение на дорогах парализовано. В Грузии непогода вывела из строя линии электропередачи, из-за чего остались без света десятки сел на западе страны. Снегопад не прекращается второй день. Высота сугробов местами достигает уже метра. Это учитывая, что обычно снега здесь не бывает. Уже два дня в Батуми идет снег. Дороги расчищаем, но есть проблемы у автомобилистов, потому что у многих нет зимней резины. Передвижение затруднено. Также мы активно помогаем выкапывать машины из-под снега. Снегопад осложнил дорожную обстановку в Хорватии, Словении, Сербии. Морозы сковали и Румынии. Столбик термометра здесь показывает непривычный минус 12. В Польше специальные службы также переведены на усиленный режим работы из-за резкого похолодания пенсионерам и детям. В лютый, по местным меркам, мороз рекомендуют не выходить на улицу. Днем минус 12, ночью до минус 20. От переохлаждения погибли 9 человек. Мы обнаружили тело мужчины на обочине дороги с пустой бутылкой из-под алкоголя. Видимо, он не дошел до дома и замерз ночью. Похожие случаи были и в других районах. Полицейские с улицы забирают бездомных. Для них открыты круглосуточные ночлежки. В городах на юге и востоке Польши был объявлен первый уровень предупреждения о резком снижении температуры. По прогнозам синоптиков, морозы пойдут на спад здесь не раньше среды. Евгений Лямин, Дмитрий Синицын, Руслан Башко, Первый канал.